В последнее время в Мариуполе открывается все больше наливаек, где продают алкоголь на разлив неизвестного происхождения и качества. Эту же проблему поднимали на координационном совете 27 мая. Громанты должны прекратить. Разлив этих наливаек. Потому что тысячу раз ходим, тысячу раз выливаем, а вот это то же самое. Но у меня вопрос. Каждый день торгуют. Это сколько мы наливать за детей? С десяток или два. И то же самое на том же самом месте. Только менять тетеньку, которая продает. Я хочу, чтобы вот совет, сессия, подняли этот конкретный вопрос. Или мы даже подняли руки и сказали, мы не имеем право на скидка централизации, мы просто будем ходить и умирать, а мы просто будем на другом зарабатывать чем-то денег. Секретарь горсовета Степан Махсма отмечает, что необходимо подключить всю громаду, активно принимать в этом участие, а силовые органы призвать к тому, чтобы они законным способом закрывали их и не допускали торговлю. Районная администрация делает все возможное, но в судебном порядке нам зачастую отказывают и заставляют вернуть спиртосодержащие продукты собственнику, которого мы изъяли. Поэтому здесь, в этом вопросе, мы не должны ни в коем случае останавливаться. Мы должны действовать исключительно к закрытию этих наливаек и строго наказывать тех, кто торгует этими спиртосодержащими средствами. Мариупольцы тоже высказались по этому поводу. Большинство против существования таких наливаек. Это же хорошие деньги приносит, поэтому и продается это все на каждом углу. То есть, в принципе, положительно? Нет, абсолютно не положительно. Какой же это пример для детей и молодежи, особенно если это где-то в более общественных местах? Конечно, отрицательно. Отрицательно, конечно. Я не приветствую это. Против. У меня, наоборот, у меня тоже растет дочка. Я против этого. Относим так к наливаекам нормально, потому что больше некуда зайти, чтобы были наливаки. А есть другие предложения. Как вы считаете, как надо бороться с такими вот заведениями? Бороться должно государство с ними. Сотрудники магазинов и заведений общепита, находящиеся возле наливаек, постоянно жалуются на полное отсутствие порядка и культуры. Навели бы порядок по поводу культуры. Здесь очень много всяких этих пьяниц, этих бездельников. Здесь один больной, вообще не больной, какой-то органец. Беспокоит людей, срывается, нарушает дисциплину. Нам торговлю вот, преграждает это. И никому нет до него дела. В общем-то, понимаете? Мы побывали в одном из таких заведений. На вопросы о том, где приобретается алкогольный разлив и как проверяется его качество, продавец отвечать отказался. Как проверять? Как вы его проверяете? Девушка, ну я что? Ну, вы отказываетесь давать комментарии? В принципе, да. А что я должен говорить, если я не хочу? Хорошо. Вот, пожалуйста, хотите, давайте вам наливы проверить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!